Важные вещи Дарьи Золотопольской Дарья Эриковна Золотопольская Российская журналистка Лауреат премии правительства Москвы За заслуги в области литературы и искусства Автор и ведущая передачи «Белая студия» на телеканале «Культура» И конкурсу о юных талантов «Синяя птица» Дарья Золотопольская родилась в Москве Родители с детства прививали ей любовь к искусству, литературе и знаниям Именно поэтому девочка с ранних лет понимала важность образования и культурного воспитания Еще в школьные годы Дарья увлеклась журналистикой и начала глубоко изучать английский язык По окончании школы она поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова Который окончила в 2004 году по специальности телевидения Денис Мацуев «Гулливер. Стопроцентный сибиряк» Вы рассказывали, что в детстве очень любили книгу «Приключения Гулливера» И даже разговаривали мысленно с ее героем Да, было дело Интересно, о чем вы разговаривали? Он мне казался очень добрым и каким-то своим человеком Потому что в моем понимании высокие люди были добрыми И к ним можно было обратиться Такими были дяди Степа и Гулливер Или мой дядя, который был очень высоким человеком Хотя теперь я его перегнал по росту Мне казалось, что к нему можно обратиться с просьбой Он меня точно поймет А с какими просьбами вы к нему обращались? Какие-то дворовые проблемы, которые тогда у меня были Я имею в виду, что у меня была своя команда во дворе Мы играли в разные игры И просто дружили независимо от того, из какой семьи был этот ребенок Вы знаете, все-таки в советское время не было такого четкого разделения на классы Кто откуда То, что сейчас происходит, когда играет большую роль из какой семьи ребенок Мне не очень нравится У нас были дети высокопоставленных чиновников А из простых семей Очень, мягко говоря, неблагополучных Но у вас, тем не менее, возникали ситуации, когда нужна была помощь Гулливера? Например, чтобы он разобрался с другим двором Когда мы не могли восстановить справедливость Я обращался к нему с просьбой И иногда он мне помогал Мне кажется, что не случайно вы чувствовали в Гулливере что-то близкое Это может прозвучать странно, потому что Гулливер англичанин Но мне кажется, у него сибирский характер Сибиряки кажутся такими сильными, потому что в них есть цельность Она идет от способности принимать обстоятельства такими, какие они есть От терпимости, невозмутимости И Гулливер именно таков Очень правильное замечание Люди со стержнем, я бы сказала Я много раз говорил, что сибиряки – это национальность И каковы черты их национального характера? Сдержанность, как вы правильно сказали Я и фестиваль «Звезды на Байкале» задумал для того, чтобы хотя бы раз в год Дни на десять или хотя бы на неделю быть у себя дома, в своей постели В квартире, в которой я родился и прожил до 15 лет Тимур Бекмобетов Третий акт 31 декабря – это какой-то особенный день Когда мы вспоминаем, какими мы можем быть на самом деле Да И мы просыпаемся, как будто целый год спали и жили не своей жизнью И вдруг все люди понимают, кто они есть на самом деле Что они любят и прощают друг друга Все ждут, что вот сейчас, сейчас что-то случится Причем никто не понимает, что Все вдруг сойдется и окажется, что все было не зря Весь год ты намечаешь какие-то цели, планируешь, что будет завтра, послезавтра, через неделю А потом я поеду туда-то, а потом будет счастье И вдруг в начале декабря начинаешь понимать, что уже добежал до финишной прямой А ничего не случилось И вот эта последняя надежда концентрируется В драматурге есть понятие третьего акта Вы говорили, чтобы снять современное архаусное кино Нужно от любой счастливой истории отрезать третий акт Вот, допустим, красотку Он ее бросил, потому что она проститутка И все, и конец И грустная музыка, и титры И победа на Каннах обеспечена Но можно и наоборот, кстати Можно к любому хорошему архаусному фильму Доснять третий акт Марк Захаров Марк Анатольевич Не все ваши режиссерские работы были сразу же по достоинству оценены публикой Например, фильм «12 стульев» с Андреем Мироновым стал популярен лишь спустя много лет Вы были разочарованы? Фильм «12 стульев» задумался для телевизора Мне хотелось принести людям домой тот ностальгический, романтический образ, который был любим нашими бабушками и дедушками И когда он вышел на телеэкраны, то был встречен довольно кисло Удивился и Андрей Миронов, и, конечно, я Потом прошло лет 8-9, фильм снова появился на экране И тогда уже было совершенно другое восприятие и другие оценки Отчего так получилось, меня алгебраически объяснил Михаил Казаков Он сказал «Когда выходило это твое действо, «12 стульев» Ильфа и Петрова были любимым романом К этим строчкам, к этому юмору относились как к святыне А за эти годы кое-что изменилось Появился мастер Маргарита, появились рассказы Булгакова Люди узнали много другой литературы Роман Ильфа и Петров действительно отодвинулся в некие ностальгические сферы Только поэтому к тебе стали по-другому относиться Андрей Смирнов Для меня одна из самых лучших картин о любви – это ваша осень Я знаю, что и Бергман благодарил вас за эту работу Назвал финал картины шедевром камерной музыки Герои – взрослые люди, и кажется, что они не решатся быть вместе Понятно, что это будет для них как минимум огромный труд Он прощается с ней на лестнице, и она говорит «Не вздумай сюда приходить, я тебя не люблю» Она говорит это от отчаяния, потому что ей кажется, что он не решится И вдруг она просыпается ночью под музыку шнитки Едет домой и видит эту полоску света Я каждый раз плачу Для меня это счастливый финал Люди, которые понимают, что надо хотя бы попробовать быть вместе Для вас это счастливый финал? Я давно об этом не задумывался Вы знаете, ведь осень вышла 45 лет назад Понимаете, что для меня важно, конечно, эта картина о любви, об отношении двух любовников Но если заглянуть в драматургию, то это прежде всего о том, как трудно одной душе пробиться к другой Кстати, вот какие отзывы оставляют наши читатели Дарья Златопольская написала книгу по мотивам своей авторской программы «Белая студия» Герои книги рассказывают о своем детстве Делятся всем самым сокровенным И рассуждают о любви, свободе, творчестве, успехах и провалах Вся книга — это яркие фрагменты бесед, из которых складывается общая мозаика Рекомендую к прочтению Потрясающая книга Состоит из 200 интервью, которые разделены на 10 тем В книге имеются фрагменты произведений приглашенных героев «Белой студии» и их фотографии Чтение этой книги настолько увлекает, что время проходит незаметно До появления книги посмотрела большинство интервью в «Белой студии» Мне очень нравится, как Дарья ведет беседу Настолько это интересно, искренне и пробуждает к размышлению о главных вещах в нашей жизни Спасибо за передачу, а теперь еще и за книгу Такие книги должны быть в каждой домашней библиотеке Юрий Стоянов Чарли Чаплин в своей книге описывает, как создавался образ бродяги Он сложился из маленьких кусочков Тросточка, котелок, огромные ботинки, несоразмерность в предметах туалета И вдруг он нашел бродягу И как он пишет, бродяга сам стал ему все подсказывать Движения, необычные шутки Вам это знакомо? Знакомо, но тут немного другая природа Расскажите, я уж не буду говорить о массе образов, созданных в городке Но я просто обожаю вашу ангелу Меркель У меня такое ощущение, что она тоже вас ведет Расскажите, как оно изнутри ящика? Я не знаю, как это получается Когда бы вы знали, из какого сора Я же не физиолог Павлов Я не препарирую такие вещи Это интимно, это хочется хранить в себе А знаете, ради чего? Бывают такие моменты, когда ты сам себя удивляешь Это такое великое счастье? У меня их было немного, но они были Когда тебя распирает от радости Когда ты сделал что-то такое, чего от себя не ожидал Что восхищает тебя в других артистах Данила Козловский Что для вас свобода? Быть честным А это одно из самых сложных дел Я понимаю, что все это звучит очень банально Нет, это не банально По-настоящему быть честным не только с людьми, но и с самим собой Ты можешь обмануть любого человека Но ты никогда не обманешь себя А вам удается быть честным с собой? Очень часто, конечно, нет Я попробую объяснить на примере музыкального представления Большая мечта обыкновенного человека Который мы в Петербурге играли на сцене Александровского театра А в Москве на новой сцене Большого театра В какой-то момент, признаюсь честно Я и сам попал под влияние заскоруслого, пошлого В плохом смысле провинциального общественного мнения Даже если говорить о Большом театре Я выслушала огромное количество глупых и пошлых формулировок По поводу моего выступления на новой сцене При этом при помощи моих близких друзей Мне удалось вылезти из этого Ну так вот, мы боимся быть собой Потому что как-то оглядываемся Хотим сделать, но оглядываемся, прислушиваемся Как отнесутся, что скажут А в результате находим внутренние причины Сказать себе нет Петр Мамонов Среди ваших любимых фильмов Вы назвали «Гром небесный» Жаном Габеном Я в вас вижу много общего с героем Габена Леандром Все, что вы рассказываете в кино Вызвано только вами, вашей душой Вы тоже созданы, вы удивительно, как и я И вас есть замысел В нашем создании участвовал Бог Кино занято только возбуждением этих импульсов Жан Габен всю свою жизнь играет именно так Он ничего не делает Я смотрю на него 30 лет, что же он делает? Он меняет свое мироощущение Он видит мир так, как видит его шофер Он видит мир так, как его видит Леандр Он видит мир так, как его видит преступник И все И это тайна, потому что, когда что-то становится ясно Это скучно И так каждый бы мог А искусство – это тайна Всякое созидание, всякое творчество – это тайна Я шести вечера настраивал проигрыватель Посмотрел за окно, светло Девять утра Пятнадцать часов я не спал, не ел, ни о чем не думал Я регулировал вертушку Почему? Я это люблю Александр Роднянский Александр Ефимович, вы достаточно откровенно говорите о тех случаях, когда у вас что-то не получалось Это ведь очень неприятный опыт То, что вам казалось интересным, оказалось неинтересным больше никому Как в этой ситуации продолжать доверять себе? Очень важно, по-честному Как это принято у зрелых людей Ответить себе на главные вопросы Почему так получилось? Может быть, ты был излишне самоуверен Может быть, не чувствовал токи, идущие от аудитории И решил ей высокомерно что-то навязать Может, не слышал друзей или партнеров, с которыми работал Не обращал внимания на сигналы и знаки А может быть, ты сам сломался по ходу И согласился с тем, что сделано не так, как ты хотел Такое тоже бывает Ошибиться можно потому, что ты согласился на недокрученный сценарий Закрыл глаза на очевидной слабости Решил, что и так пройдет Потому что можно чем-то компенсировать недочеты Причин много Главное после неудачи их понять Неудачи бывают разные Есть неудачи, построенные на абсолютном непонимании времени и обстоятельств Есть поражения, построенные на системе компромиссов Вы придумали фильм и не сделали Однако первой программой, куда Дарья Золотопольская попала на работу Стала ночная передача «Гордон» на канале НТВ В которой она выполняла обязанности редактора А в феврале 2012 года в эфир выходит авторская программа Дарья Золотопольской «Белая студия» на телеканале «Культура» Это цикл познавательных передач, построенных в форме беседы с гостем Которыми в разное время становились известные российские писатели, музыканты, режиссеры Оказавшие значительное влияние не только на российскую культуру, но и на мировое искусство Бесед в «Белой студии» с известными личностями накопилось столько Что Дарья Золотопольская решила объединить их в книгу «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе» Размышления собеседников Дарьи скомпонованы по десяти главам Обозначающие самые важные вещи в жизни каждого человека Такие как любовь, творчество, вера и свобода Книга «Важные вещи» — это не только концентрация интеллектуального, философского и творческого опыта Но и навигатор к более насыщенной и интересной жизни А вы читали книгу Дарьи Золотопольской «Важные вещи»? Делитесь впечатлениями в комментариях